здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость виталий захаров сын человека которого не стало в дтп участие михаила ефремова опубликовал обращение к актеру он сравнил происходящее с цирком и обвинил виновника аварии в том что тот устраивает шоу молодой человек сообщил что только сейчас он приходит в себя после ухода отца он не может понять почему из этого дела делают шоу у вас хороший пиар-агент это все часть шоу и уход моего отца и ваши извинения это шоу сказал виталий по словам захарова младшего лично он не получал ни извинений не предложение поддержки он также опроверг что александр добровинский представляет его интересы хотя юрист ранее и выступал от имени семьи захарова выяснилось что он даже не входил на связь с виталием вот такая вот друзья информация но про то что добровинский не представляет интерес вот этого молодого человека я вполне возможно соглашусь потому что потерпевших с каждым днем здесь становится все больше больше и больше возможно он представляет интересы матери этого молодого человека то есть бывшие супруги сергея с которую не прозвать не проживает 22 года и которые с какой-то стати вдруг стала потерпевшей почему она потерпевшая чего она натерпелась мне непонятно дети соглашусь но почему такое количество это не знаю всегда заявляется потерпевший в одном лице а здесь их плодят я не знаю как грибы ну как мне кажется это просто нажива денег потому что я уже говорил прошлом видео так бы 800 тысяч грубо говоря получил бы один человек а так каждый получит но если вы хотите деньги так и скажите но они ведь заявляют что нам деньги не нужны кричат это на шоу малахова и вот эти вот заявление вот этого молодого человека у вас хороший пиар-агент это все часть шоу это шоу так вы сами из этого дела сделали шоу только после того как это случилось буквально через день через два вы прибежали к малахова потом к борису бегали по этим это мне реальти шоу я не знаю зачем нужно было это делать здравомыслящий человек он и так понимает что это горе для семьи это что там будут слезы там вот эти вот сопли там непонятно что естественно это будет без этого никуда не уйти это горе это большая трагедия для этой семьи зачем это показывать на обозрение всей страны для чего чтобы он больше поверили дом и так себе что действительно для вас то потеря для любого нормального человека это потеря огласки хотели предать это дело да не нужно этому делу огласка и еще раз говорю это не дело романа краснощекова и не дело влада бахова не дело рамиля шамсудинова примеру где нужно огласка об этом знает вся страна все страны бывшего ссср а возможно европа там и дальше еще все об этом знают просто ефрема был у всех на виду все смотрели его фильмы все восхищались его талантом дополнительная огласка здесь была совершенно ни к чему и то что вы это сделали мне кажется вы просто показали себя не совсем такой с хорошей стороны а что нужно было делать ефремову ну да я считаю что он записал от этого я видео обращению сейчас под подпиской они выезде он не может никуда поехать что ему каждому потерпевшему теперь по отдельному видео выписывать ну естественно ка он сказал это как бы обобщенно и для потерпевшей стороны и для зрителей для своих для кого-то может быть еще для всех одно такое видео обращение я не вижу никакого лукавства и давали в этих словах я ему верю полностью что он раскаивается этот человек но как-то требовать каждому по видео или каждому персонально приезжать или чтобы я не знаю именно ему деньги там предложили я считаю что если вы хотите добиться правосудия mundo падайте в суд могут нашуeses то подавать не нужно тут возбудили деле дело сами уже один потерпевший наказали накажите человека если вам нужны деньги сообщите об этом вам будет а тут эти суммы что так вы получите их от еферемова как они говорят нам от ефриема ничего не нужно так вы что так получите вы же не получи с казны с государства эту сумму вы что так по суду получите от ефремова что не по суду в любом случае это будут ефремов ские деньги если вы считаете деньги погаными но они в любом случае будут поганными эти деньги потому что они придут от ефремова это его заработанные деньги ничего не поменяется каким путем бы они не были получены то все будут это все равно будут ефремовские деньги и стесняться этого не нужно если вы хотите получить какую-то сумму я считаю стесняться нужно бывшей жене которая заявила себя потерпевший с которой 22 года сергей не жил 22 года не жила насчет потерпевшая сторона с какой стати с какого перепуга для меня лично это остается загадкой вот такая вот информация друзья по поводу михаила ефремова я думаю это еще не последняя потому что вроде как бы мы обсуждаем обсуждаем казалось ничего нового не должно уже появиться тут бах нас людей что-то новенькое потерпевший 1 2 3 кита суммы тут мелькает еще что-то там ефремов ступай с кита с какими-то заявлениями поэтому я думаю это разбирательство будет долго и поговорить нам еще будет о чем на этом друзья я буду заканчивать всем кому понравилось видео ставьте классы подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч